всем привет меня зовут алена и в сегодняшнем видео я вам покажу как я делала пряничный домик уж очень много в этом году пряничных домиков в ленте моего instagram уж очень много и конечно же я нашла просто случайно увидела эту работу я не знаю она сделана своими руками ли она покупна но мне настолько понравились там домики что я решила сделать ее себе так что если вам интересно как я это делаю и что я использовал в этой работе оставайтесь со мной для того чтобы сделать объемную работу нам понадобится любой шаблон домиков и нам будет вырезать так чтобы задний домик это была одна деталь и постепенно как бы мы делаем объем домики выносим вперед и вперед я здесь вырезала приблизительно чтобы было понятно но я не буду этот шаблон использую так как он для меня маленький также нам понадобится акриловая краска набор совершенно любая и какой-нибудь 3d контур для объемного декора я заранее подобрала ту краску которую хочу и мне понравился по цвету именно такой написано вообще территориально бежевый интересно называется цвет но этот цвет именно такой более нейтральный не совсем рыжий также вот такой 3d контур этот контур вообще для ткани но нам вообще не важно для чего он будет знаю что у декола тоже есть контур но у них контур белый именно перламутровый здесь же контур белоснежный и он глянцевый и он на самом деле в работе смотрится как глазурь безумно красивый высыхает конечно же не совсем быстро сама основа у меня это будет пенопласт можно конечно делать с деревянных дощечек но тут смотрите сможете ли вы вырезать вообще заготовку или нет также я еще видела что делают из глины я взяла пенопласт по толщине он у меня полтора где-то даже 17 сантиметров и так как я сказала я не брала тот шаблон я пересывала его самостоятельно потому что те домики на лист мне были маловаты вы можете увеличить шаблон домика кстати ссылку я постараюсь вам оставить увеличить шаблон домиков распечатать и постепенно переносить это на пенопласт кстати вместо пенопласта лучше было бы конечно взять пеноплекс он не так сильно крошится для тех кто не любит вообще звук пенопласта это конечно же пути сложная работа но можно заменить картоном если он у вас есть из пенопласта я сделал четыре заготовки и нужно будет подставка подставку по краю я буду срезать и тоже зачищать пилочкой для ногтей сам домик тоже я по краям зачистил чтобы все было более или менее аккуратно весь мусор убирали при помощи маленького пылесоса теперь склеиваю склеиваю свою работу я при помощи пва клея можно из поли термо клея но он может растопить ваш пенопласт расплавить и тогда будут дырки мне этого не хотелось поэтому я склеила все при помощи обычного пва и приклеиваю как вы видите мои домики находятся на разном уровне и тем самым работа кажется объемная теперь полностью крашу кстати я рисовала изначально сразу же на пенопласте но не делайте так лучше сделайте на бумаге потому что под краской в некоторых местах мой фломастер слегка просвечивает и конечно же на пенопласте получатся маленькие тоненькие углубления что не есть хорошо после того как краска высохла я намечаю где у меня будут окошки и тут уже можно заниматься самым интересным разукрашивать беру акриловую белую краску и наношу в тех местах где по задумке самое большое количество белого цвета самое большое количество глазури сайте знаете что здорово что пенопласт дает такой эффект такие точки немножечко неровности и на самом деле в реальности она смотрится как пряник закрашиваю белым цветом и дальше когда краска подсохла я начинаю наносить сам контур тут на самом деле самое важное это делать все ровно я делала таким образом вообще впервые работу и скажу мне было с контуром работать не очень легко потому что где-то получались линии более тонкие где-то более толстая и я не ушла еще один момент хотя до этого делала пробный вариант большом количестве контур начинает подтекать поэтому в некоторых местах лучше было бы нанести контур второй раз после того как он хорошо просохнет поэтому в некоторых местах краска у меня слегка потекла но я уже ничего не переделала потому что все таки даже такой вариант меня устраивает и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Самое интересное в этом процессе, что можно свой домик разукрашивать совершенно по-любому. И сверху я посыпаю белыми блестками, чтобы у нас все-все блестело. Ну а так как я посыпала после того, как я покрасила белым цветом, то на коричневые блестки не приклеятся. Поэтому я сверху сбрызнула лаком для волос. Главное делать на расстояние, чтобы лак тоже не проел пенопласт. Теперь подставка. Наношу снизу клей и приклеиваю. Подставку точно так же крашу в цвет своих пряников. И снизу наношу еще так называемую глазурь. И добавляю блестки. И оставляю хорошо-хорошо просохнуть. Я все просохнуть оставила на ночь. И хочу сказать, что в том месте, где был очень большой слой, как я сказала, краска чуть-чуть потекла. И есть места, где краска еще за ночь не до конца просохла. Но после того, как все просохло, я подкрашиваю еще немножечко свой домик. Можно использовать цветные краски. Я делала тем же цветом, что и сами пряники. Ну и все, мой пряничный домик готов. Мне очень нравится, как смотрится. И знаете, из таких домиков можно сделать прямо композицию, не знаю, на камин, на подоконник. И будет смотреться очень-очень здорово. Ну, на этом все. У меня получились вот такие пряничные домики. Знаете, идея мне эта очень нравится. Ну, а если нравится и вам, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И увидимся с вами в следующем видео. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok